Я кое-что рассказывал уже, немного, я хочу к словам Иисуса сейчас обратиться. Друзья, у Матфея, отметьте себе место Писания, записано слова Иисуса. У Матфея записано в 22 главе, в 29 стихе. Матфея, Евангелие, 22 глава, 29 стих. Слова Иисуса Христа. Он сказал эти слова свои к людям религиозным, особенно по-своему набожным, людям, исполняющим закон, тщательно соблюдающим его, к саддукеям. Он сказал следующее. Заблуждаетесь, не зная Писаний, ни силы Божьей. Матфея, 22, 29. Заблуждаетесь, не зная Писаний, ни силы Божьей. То есть, любое заблуждение и многобожьей идлобчастности, как и человеческой. Друзья мои, из двух источников проистекают. Первое, незнание Писания. Второе, незнание силы Божьей. То есть, отсутствие личного познания живого Бога. Друзья мои, я хочу сейчас перед вами проанатомировать одно из самых распространенных сегодня заблуждений. Сегодня это будет не просто вечер вопросов-ответов. Мы сейчас, как вот в анатомическом театре каком-то определенном, мы сейчас с вами вскроем один религиозный труп. Очень древний труп. Кого-то может будет тошнить, кому-то будет не очень хорошо, может быть. Но это все нужно вам увидеть будет сегодня и услышать. Чтобы, знаете, вот те студенты медицинских институтов приходят на вскрытие трупа. Не просто ради садизма какого-то, да? Не ради адреналина, да? Мой учитель, он у меня 4 года вел рисунок и живопись, я по образованию художник, и он сам на вскрытиях много раз, и он замечательно был рисовальщиком, и является замечательным рисовальщиком. И он сам хотел, он был не медицинского института, тогда был студентом, а художественного института, но он хотел видеть все сам. Где какая кость, какая жила, все это потрогать. И когда я раз потрогал, я понял, как это все движется, как это все моделируется, рука, стопа, все. Вот, значит, и, друзья мои, то есть он, как посвященный художник в свое ремесло, он хотел быть хорошим рисовальщиком, и он достиг этого мастерства. Он был хорошим рисовальщиком на самом деле. И, друзья мои, так вот, и сегодня нам будет вскрыть некий религиозный труп, некое заблуждение религиозное, чтобы нам научиться помогать многим и многим душам. Мы сегодня увидим, может быть, даже миллионы душ попали в ад. Но это не для злорадствования, не для превознашивания другими покойными христианами, но для того, чтобы мы помогли сегодняшним поколениям христианам. Сегодняшним христианам. И что я имею в виду? Половина записок, фактически, этот вопрос поднимала. Ну, примерно половина записок. Это учение о молитве за упокой. Молитва за умерших. Молитва за упокой. Друзья мои, пару записок так и говорила. Как вы прокомментируете это учение? Потому что в церквях евангельских, протестантских не молитвших и не молились. Но, друзья мои, я сам, как бывший священник традиционной православной церкви, сегодня священнослужитель реформаторской, обновленнической православной церкви, я заявляю открыто, что я сегодня не молюсь за умерших. И в наших церквях обновленнических сегодня мы молимся за живых. Почему? Некоторые, особенно приходящие в первый раз на наше служение, удивляются. Батюшка, в чем дело? Почему у вас записки за здравие, а почему нет записочек за упокой? Это что, они закончили, что ли, эти записочки? Нет, дело не в том, мы не молимся за умерших. Почему? Вы православные? Конечно, православные. А в чем дело? А почему в других храмах православных молятся, а почему вы не молите за умерших? Я терпеливый, и наши священники также терпеливо объясняем. Каждый раз, в принципе, одно и то же объясняем. Это очень сложно, конечно, бывает. Объясняем, что мы не молимся за умерших, потому что мы как раз православные. Мы правильно славим Бога. Мы читаем Божье Слово. И в Библии, в Божьем Слове, утверждается учение о молитве, конечно же, да. Учение о молитве – это второе учение Библии. По значимости, после учения о спасении. То есть, и оно из пяти основных, главных учений Библии вообще. То есть, что я имею в виду? Что в каждой книге Библии есть примеры молитв, есть учения о молитве, есть образцы молитв хороших и плохих, есть очень много наставлений о молитве, и в том числе самого Иисуса Христа, в том числе самого Господа Иисуса. Так вот, и ни в одном примере молитв нет, ни даже намека на то, что мы можем молитвой повлиять на посмертную судьбу некого человека. Мы не можем, вообще, это не наша компетенция – молиться за умерших. Наша юрисдикция, определенная Богом, для всех верующих, православных, протестантов, католиков, мы должны молиться за живых, а не за мертвых. Даже собравшись все вместе сегодня и молясь за одного умершего, мы не можем сделать ему ни холодно, ни жарко. Мы не сможем… Есть лишь один пример молитвы за умерших, и который одобрен Библией, который разрешен Библией, и практиковался пророками и апостолами, и самим Иисусом Христом. Это молитва за воскрешение умершего. Молитва за воскрешение умершего, пожалуйста, одобряется Библией, поощряется, и сам Иисус это практиковал, и апостолы Его практиковали это. Но никогда Иисус не молился ни за одного умершего человека, даже самого близкого, а за упокой души якобы. Друзья мои, и первые христиане не знали никаких молитв за умерших, в отличие от религий, а остальных религий Римской империи. Любая религия Римской империи, вообще любая религия на земле, так или иначе знает молитву за умерших. Но первые христиане и первое поколение христиан не знали ничего подобного. Вы скажете, как же так? Да. Даже один из философов римских, во втором столетии он жил, его звали Цельсус, он написал трактат, который назвал «Истинное слово против христиан». И он собрал в этом панфлете своем, собрал все обвинения в адрес христиан. Так вы знаете, друзья мои, оказывается, в чем обвиняли римляне и греки христиан? Какое было главное обвинение в адрес христиан? Почему христиан преследовали? В Римской империи, там где как бы религии больше, религии меньше, эта погода никакую не делала. В общем-то, в Риме находили приют, религии даже самые экзотические вообще. И очень даже довольно-таки странные религии. Но почему христианству не нашлось места в этом пестром таком калейдоскопе? Оказывается, христиан называли атеистами. Наших с вами братьев-сестер, первых христиан, старших братьев-сестер, называли атеистами первых 300 лет христианства. Вот это да! Я когда прочитал об этом, я подумал, боже мой, это наши братья. А почему их называли атеистами? Оказывается, целью сию дальше объясняют, почему с точки зрения его, римского философа, религиозного набожного человека, христиане являются атеистами. То есть опаснейшей сектой. Потому что атеизм в то время, в то время вообще в Библии написано, что лишь помышляли в сердце атеисты юные, что нет Бога. Но устами это не могли исповедовать. Потому что в любом обществе, вообще в любой цивилизации, атеизм считался чем-то очень страшным, на самом деле. И атеизм в Риме карался смертной казнью, как и в Греции. Это считалось техчайшим преступлением против общества, против морали. Ты должен был верить хоть в кого-то, хоть в крокодила, хоть в самого себя, но не верить вообще нельзя было. Надо было верить хоть в кого-то. И, друзья мои, и поэтому, как бы, христиан, да, почему назвали атеистами? Оказывается, для римского этого философа Цельса в христианах не было ничего из того, что для него, для римского философа, составляла религия, или религия, как мы называем ее сейчас. Религия. То есть, он говорил, их жрельцы одеваются, одеваются, как простые рыбаки. Я сейчас в рясе, допустим, да? Здесь никого больше в рясе нет, насколько я вижу. Может быть, кто-то есть, может быть, кто-то законспирировался, не знаю. Может, среди нас есть такие товарищи, которые еще не совсем товарищи, может быть, не знаю. Но, в общем-то, очень интересно, что первые христиане, они не делились на жрецов всезнаек и прихожан. Не было такого братства, христианское братство было. И не было такого, чтобы там превозносили одних лидеров, и те ходили по головам прихожан своих. Николаитство, этот грех, который Господь называет, и он ненавидит его, не было распространено тогда в христианстве. Но, друзья мои, это потом уже пришло. Первое. Я не буду вас сейчас много нагружать. Я скажу очень проще, еще проще, по отношению к этому учению о молитве за умерших. Атеистами еще называли. Еще почему? Потому что у христиан не было изображений. У них не было икон, крестов, вот даже вот такого красивого креста у них не было. И когда говорили христианам, где ваш Бог, покажите нам вашего Бога. Мы поклонимся, нет проблем. Богом больше, Богом меньше. Для римлянина это не проблема вообще. И вы знаете, но христиане говорили, на удивление всем римским обывателям, а мой Бог, Он во мне. И Он везде, Он вездесущий. Знаете, вообще, Цельсиус, он даже просмеивал идею единого Бога. Он говорит, что у нас, понимаете ли, там много Богов, и они еле справляются. Бог только всего, пятого, десятого. А у них как бы единый, и он как бы над всем и все понимает, и даже мыслями интересуются. А вот для Цельсиус это казалось просто, просто болтовнёй. Религиозной демагогией. Он так и говорил, что они просто лишь религиозной демагогией прикрывают, вуалируют свой атеизм. И, конечно же, римских этих философов раздражало то, что христиане очень настойчиво твердят, что они молятся за живых, но они не поминают, они не молятся за умерших, даже своих братьев, даже которых съели в Колизее. Они не молятся за них. Они верят в воскресенье мёртвых, что есть вечная жизнь, но они не молятся, они отрицают очень довольно-таки радикально всякий культ мёртвых, называя это мерзостью, идолослужением. Это очень сильно раздражало и жрецов, и философов Рима, и обрекало многих христиан на казнь. Друзья мои, так как же это учение, если первых 300 лет христианства не знали ничего христиане о молитве за умерших, как в церковь пришло всё это. Через спиритизм, друзья мои, вы скажете, как же, постойте, спиритизм, ведь спиритизм это что? Это общение с духом и умершим, да? То есть общение с бесами, проще говоря. И вот, значит, в Библии спиритизм запрещен. Многократно, многократно, многообразно. Запрещен. Но, друзья мои, как вы скажете, как же так? Они что, Библию не читали? Вот те христиане уже в 4-м столетии. Они что, позвольте, они не открывали Божье Слово? Не все открывали, к сожалению. Друзья мои, вынужден это заявить. Не все открывали. Многие игнорировали Слово. И вот, что произошло, когда христианство стало добровольно принудителем в Римской империи. Помните, я говорил, да? Про Константина, про его политику, про политику его детей, а потом про политику последователей, которые сделали вообще насильственное крещение и добились стопроцентной христианизации населения, будем так говорить. Хотя это было, конечно, очень, это было религиозное очков втирательство, конечно же, мы это понимаем. Но все равно, официально, империя была христианской. На удивление, конечно, и ангелам, и демонам. Конечно, там шла большая неразбериха, конечно, насчет. Ча же где... Мне нравится ответ папских легатов, представители Папы Римского, когда Папа Римский истреблял в средние века еретиков в одном из городов, и пришла армия крысоносцев, они стояли возле... И генерал этой армии спросил у папских представителей, так и так, ваше там преосвященство, скажите, пожалуйста, вот мы ворвемся в город, возьмем его приступом, как нам отличить, где там порядочные католики, а где там эти сектанты, эти там злые еретики? И вы знаете, папские легаты сказали так, убивайте всех подряд, а там на небе разберутся, кто из них был еретик, кто из них был добрый католик. Вот такой радикальный ответ. И вот к такому безумию пришли Константиновы последователи. Они объявили стопроцентную христианскую империю. Но, друзья мои, в этой стопроцентной христианской империи настоящее христианство оказалось ненужным. Истинно христиан опять стали преследовать, гнать, но уже от имени Иисуса Христа, уже не от лица богов иных, но как лжебратья поступать с ними. Друзья, это очень тяжелая история. Об этом трудно говорить на самом деле, друзья. Но давайте приступим как раз к этой нашей сегодняшней операции. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok